А знаете ли вы, как добавить теплоты и уюта в свой дом? Порой достаточно буквально одного аксессуара. Вот вроде согласись, да, Нать, шторы уже повесили, таблет постелили, всё-таки красивое, постельное, но от чего-то не хватает, чего-то одного небольшого аксессуара, такого, как коврик. Но у нас не только коврик, у нас ещё и ковёр, в прямом смысле этого слова, в шикарном размере. У нас будет три размера на выбор для вашего уютного дома. И три цвета. Цена не ищите, 799 рублей. Такая цена, возможно, на телеканале Shop'n'Show. Но давайте посмотрим сейчас название лота. Этот ковёр называется «Традиция». И сейчас Катя нам продиктует расцветки. Как правильно заказывать? Итак, у нас есть три цвета на выбор. Давайте начнём с классического цвета. Цвет из земли, природы. Это у нас зелёный. Далее идёт у нас цвет роскоши и богатства. Это у нас красный цвет. И классический универсальный оттенок, любимый очень многими. Это у нас бежевый цвет. Сразу хочу уточнить. Три размера. 60 на 100, 80 на 150 и 140 на 190. Вот это, да, три размера. Уточняйте стоимость у наших операторов. Действительно, можно постелить такой ковёр и маленькое помещение. Например, прикроватный ковёр, да? Это самый маленький размер. Вот. Ну, ты знаешь, я бы на самом деле возле кровати постелила не маленький размер. Зависит от того помещения. Да, наоборот, немного побольше. Средний, наверное, самый оптимальный. И вот, кстати, я хочу сразу отметить. Я, во-первых, хочу себе такой ковёр. Потому что у меня вечная проблема. Я просыпаюсь и встаю на голый линолеум. Мы не так давно переехали в новую квартиру, она съёмная. А я хочу просыпаться и вставать босичком на мягкий коврик, чтобы мои ножки наслаждались. А вы хотите, чтобы вашим ножкам было тепло и было, конечно же, уютно. Такой мягкий ворс на самом деле истинное удовольствие. Да, Катя, я тебе верю однозначно. Я вижу, с каким удовольствием ты это делаешь. 799 рублей за напольный коврик «Традиция». Это финальный завершающий аккорд вашего интерьера. Повесили шторы, положили новое покрывало, новый комплект постельного белья. Что же не хватает? Правильно, акцента. Ну, давайте посмотрим, как у нас распределяется рисунок. Это очень важно. Кать, ну вот, давай я сейчас покажу ещё раз вежливый цвет, чтобы вы понимали, у нас здесь картина в багете, да, вот так называемая. Давай мы покажем каждый цвет, поскольку это важно. Хочу отметить, да, нюанс в том, что у нас, кстати, очень такая классическая картина, которая идеально подойдёт вообще в любой интерьер. Обращаю ваше внимание, что это у нас ещё и купонный дизайн, дорогостоящая технология. Слушай, знаете, вот сколько стоит, ты интересуешься коврами, я знаю, я как бы не настолько, скажем, глубоко углубляюсь в эту тему. Ты просто интересовалась, я помню, персидскими коврами. Ну, это очень дорого, нет, это я, может быть, когда-нибудь на пенсии себе позволю на накопление. Там же тысячи, тысячи долларов. А вот такой ковёр, он, конечно, полностью соответствует роскошным персидским коврам, но при этом намного-намного доступнее. И, конечно же, вот меня подкупает классический дизайн, Катя, потому что настолько он вне времени, да? Универсальный, согласна. Можем украсить абсолютно любую квартиру, любой дом. Мы с вами сейчас посмотрим, вот у нас есть красный ковёр, и мы видим с вами расположение рисунка на нём, это тоже очень важно. Вот бордовый цвет очень активный по сравнению с бежевым. И есть ещё одна расцветка, зелёный цвет, мы сейчас его посмотрим с вами, и увидим качественно, увидим, как сделан рисунок, как сделан дизайн, поэтому вы сейчас имеете возможность выбрать. Давайте ещё, у нас есть зелёный, подождите секундочку. А я, пока ты достаёшь зелёный, я хочу показать качество, вот так, исполнения. Давайте обратим внимание, насколько идеально у нас выполнен ковёр, и это, как бы, тоже очень важный аспект. Это говорит, конечно, о том, что ковёр не расползётся. Надюша, согласна со мной? Согласна. Мне нравится то, что он действительно переплетённый с оборотной стороны, это говорит о качестве. Вот. Мне нравится то, что у нас весь рисунок, по сути, он с изнаночной стороны остаётся. Его видно. О чём это говорит, Катя? Это говорит, конечно, о том, что это действительно, во-первых, ковёр изготовлен способом плетения, скажем так. Это говорит, конечно же, о том, что он не разлезется, не разойдётся, да, и так как он повторяет тот же дизайн, что и у нас внутри, мы можем быть уверены, что у нас здесь чёткая композиция в каждой детали. Итак, я сейчас переверну, да, в обратную сторону, и вы увидите. Посмотрите. Вот она, воротная сторона, полностью повторяющая рисунок. Это говорит о том, что ковёр тканный, о том, что он прослужит долго. Кстати, как ты считаешь, вот сколько такой коврик может прослужить у нас в интерьере? Надюш, да я тебе хочу сказать, на самом деле, это такая вещь очень долговечная. И я хочу отметить, благодаря тому, что у нас три цвета на выбор, ведь и три размера на выбор, это даёт нам возможность, да, сделать интерьер в едином стиле. Смотри, например, небольшой размер мы выбираем в прихожую, большой размер мы выбираем, например, в детскую комнату, в гостиную. Давай покажем, какой у нас маленький размер, да, вот у нас есть, ой, так, всё в коврах, всё в коврах. Так, это, кстати, признак богатого дома. Давайте посмотрим, вот такие небольшие, вот они стоят 799 рублей. Ну вот, за такую низкую цену у вас будет такой акцент даже в прихожей, на кухне, в спальне. Итак, обратная сторона также повторяется, мы видим, конечно же, качество изнутри. Итак, я хочу ещё раз отметить, что рекомендую, допустим, небольшой размер приобрести в прихожую, предположим, ну, либо, конечно, можно возле кровати постелить. Большой размер для детской комнаты, для гостиной, ну и есть ещё также средний размер. Выбирайте по размеру своих комнат, но вы можете создать интерьер в едином стиле и по доступной цене. Это точно, это так, но маленький коврик лучше брать в количестве двух штук, как минимум, чтобы украсить с двух сторон кровать, как прикроватный коврик, либо же берём большие размеры. Кстати, Надь, что очень приятно, его можно даже постирать у себя дома. Ну, конечно, если у кого-то... Не надо вызывать службу, можно постирать дома. Да, можно постирать легко дома, обычной, скажем так, тряпочкой, щёточкой, моющими средствами. Всё очень легко отстирается без проблем. И ещё очень важно, что наш ковёр устойчив горению. Что это значит? Как? То есть это если упадёт уголёк возле камина, да, или... Так, хорошо, ну, это хорошо, поскольку... Это безопасность в доме. Безопасность в доме, да, мы с вами помним о том, что всякое может случиться. Итак, устойчив к горению, устойчив к загрязнениям, легко стирается. Продолжение следует...